Инвесторы начали стремительно убегать от акций и тянуться к золоту. Цены на желтый металл стремились вверх, а стоимость нефти грозит откатиться на несколько лет назад. Правительства разных стран лихорадочно ищут, на чем еще можно сэкономить. Да и что говорить о Греции, если всегда благополучная Германия собирается в очередной раз поднять пенсионный возраст. В общем, все готовятся ко второй волне. В 2008 году, затрачивая огромные средства на поддержку тонущих корпораций и банков, правительства выходили за счет бензина. Возможно, это и есть главная причина кризиса, то есть колоссальный избыток денег и их производных в мировой экономике. Все новые инструменты связывания этой массы уже не справляются со своей задачей. Борьба с последствиями этого явления не самое дальновидное решение, уверены специалисты. Если смоделировать естественный ход событий, наиболее вероятный сценарий для мировой экономики, по мнению все тех же экспертов, ускоренный развал, ориентированный на доллар финансовой системы. Это и откат государственным и региональным валютам, и, возможно, даже обнуление межгосударственных долгов. Кстати, списание и взаимозасчет долгов широко практиковались не так давно в Украине, когда наша страна переживала кризис неплатежей. Первым очевидным последствием обострения кризиса для Украины станет заметное снижение цен на основные статьи нашего экспорта. Как следствие, это приведет к уменьшению поступления валюты в страну. Сопровождаться этот процесс будет девальвацией гривны. В случае резкого ухудшения экономической ситуации в мире, правительству придется идти на существенное урезание соцвыплат и повышение тарифов на коммунальные услуги. Ну а это может привести к очередной волне массовых протестов. Специалисты уверены, альтернативой могло бы стать очередное крупное вливание от МВФ, но у фонда на всех денег не хватит. Удар кризиса сможет смягчить теневой сектор, с которым наше государство пока еще не справилось. Он сможет обеспечить и рабочие места, и относительно недорогую продукцию. Сроки начала крупных потрясений в мировой экономике зависят от того, в какой точке будет достигнут баланс интересов стран-лидеров. Ведь далеко не все проиграют от обострения проблем развитых государств. Те же США получат шанс решить проблему огромного госдолга. А Китай обретет суверенитет курса юаня, который подвергается сильному давлению со стороны штатов. И который Китай уже давно пытается сделать независимым. Оптимальным для мировой экономики может стать контролируемый кризис, который будет сопровождаться плавным замедлением показателей экономического роста в мире. Альтернативой является лавина корпоративных банкротств и государственных дефолтов по всему миру. Как следствие, резкий рост безработицы. Определяя сроки очередного начала обострения экономических проблем, эксперты сходятся во мнении, что если не этой осенью, то уж никак не позже 2013 года. При этом апокалиптических настроений у специалистов пока нет. Леонид Соболев, Алексей Чиповский, телекомпания АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова